Музыка Музыка Всем здравствуйте в этот субботний дождливый денек. Мы с вами отправляемся на ковер Творца художественной гимнастики, где продолжается юбилейный 20-й турнир, международный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. У нас второй соревновательный день. Сегодня будут разыграны первые комплекты наград в многоборье во всех возрастных категориях, начиная от самых маленьких участниц при юниорах и заканчивая старшими девочками, мастерами спорта, сеньорками. Так что сегодня мы уже узнаем первых победительниц этого турнира. Ну и завтра в последний день уже продолжатся командные соревнования, а также финалы в отдельных видах. Вместе с вами сегодня за происходящим на ковре Творца художественной гимнастики будут наблюдать комментатор Дарина Запольская и наш эксперт-чемпионка европейских игр в духовых упражнениях по художественной гимнастике Анна Шрайба. Доброе утро всем! Рады быть сегодня вместе с вами. Сегодня соревновательный день будут открывать при юниорке. Поменялся, в отличие от первого дня, только порядок. Вчера открывали день юниорке, затем выступали маленькие девочки и закрывали вечернюю программу сеньорки. Сегодня немножко поменяли порядок, и сегодня день открывают малышки, затем юниорки, и вечером также у нас выступят сеньорки. Что касается пока положения дел у пре-юниорок, пока вы можете наблюдать порядок выступления девочек, мы расскажем, кто в первый день был наиболее успешен. Во-первых, напомним немножко по регламенту, что девочки младшего возраста у нас делают два вида. Вчера они выступили с одним видом, это были булавы, лента, но сегодня, соответственно, они делают второй вид, в зависимости от того, что они сделали вчера. Сегодня они доделывают либо булавы, либо ленты. Ну и, соответственно, многоборье у них также определяется всего лишь по двум видам. Все, что выступили, две оценки, сформируются и определяются победители в многоборе. Так вот, по первому виду у нас лидером соревнований является наша гимнастка Кира Бабкевич. Она вчера делала булавы, сегодня у нее более сложный вид, лента. Вчера у многих малышек лента не получалась. Поэтому вид очень непростой, коварный. Второе место занимает Ксения Савинова. И третье место у еще одной белорусской гимнастки Маргариты Журович. Ксения Савинова Ксения Савинова. Ксения Савинова. Ксения Савинова. Ксения Савинова. Ксения Савинова. И в конце группы она будет также выступать еще и с булавами. Дорогие друзья, мы продолжаем на площадку, приглашаем следующую спортсменку. Встречайте, Алена Макарцева, город Москва. Представительница московского спортклуба Ювента Алена Макарцева. Видели выход за площадку. Встречайте, Алена Макарцева, город Москва. Редактор субтитров А.Семкин, т.г. Соброс. Тяжело дается юным гимнасткам, лента не справляются. Видели и потери, и запутывания. Да, и очевидно, есть пока с бросками тоже проблема у гимнастки, и грязные ловли были. В общем-то, целый набор проблем, поэтому оценка не будет высокой. Вот, видимо. Да, здесь вообще в другую сторону полетела лента, не вправо, а влево. И пыталась левой рукой поймать, но не удалось ей это сделать. Булавы, потому что лучше всего получается. Оценка юной Софии Балаян. Булавы, не прокатайте, ей точно очень-очень понравится. 21, 10. Дорогие друзья, мы продолжаем. Приезжаем на площадку, приглашаем следующую спортсменку. Встречайте, Василина Ведерникова, Соловушка. С Булавами будет выступать Василина Ведерникова. Ее команда далеко располагается от восьмерки сильнейших. Напомню, что в финальный день проходит 8 сильнейших команд. На старте соревнований их в два раза больше. Но в воскресенье пойдут только 8. Ну и там с каждым видом их будет становиться все меньше и меньше. Мы про команды и соревнования тоже будем вспоминать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, видели потерю на мелкой работе. Обычно гимнастки теряют концентрацию на мелких перебросочках, ловлями за спиной на маленьких, вращательных бросочках. Вот, видим, как. Но даже не попало в руку и сразу... Ну да, едва кончиками пальцев. Дотронулась. Здесь успела спасти. Ну и в отличие от предыдущей гимнастки, более грязная работа, скажем так, по телу была. Наша гимнастка Дарина Шершукова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Видели, там потерю была на перекате палочки. Да, перед этим лента вышла за границу ковра. И вот перед этим был выход за границу ковра. И потом такая потеря досадная. Но согласна, согласна с Аней. В целом очень гармонично смотрелось выступление. Очень артистичная девочка. Еще по вчерашнему выступлению запомнилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, без потери в самом начале не обошлось. И грубая ошибка на повороте в планше. Было падение. Но хочу отметить гимнастку. У нее очень сильная, гибкая спина. Тоже необычные элементы, которые не так часто встречаются в упражнениях. Вот как раз нам показывают этот прекрасный элемент с высокой поднятой ногой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 25,1 оценка Дарины Шершуковой. Но вчера на самом деле за ленту мало кто из маленьких девочек получал выше даже 21 балла. Это одна из высоких оценок на этот момент. Да, за ленту, возможно, даже самая высокая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая участница Анастасия Ильенко, представительница Минска. Видим, тоже она не участвует в командных соревнованиях, поскольку девочек младшего возраста у нас гораздо больше, чем юниорок и сеньорок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не получилось упражнение с лентой. Было целых три потери на сложных рисках. Это очень будет большая сбавка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот видим, как гимнастка, она как бы не в ленту попадает, а ловит воздух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оценка Пелагея Куквы на ваших экранах 21 балл, 47 десятых. Ну, за ленту, кстати, вчера у нее был достаточно неплохой балл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Булавы у представительницы Ставрополья не особо получились, поэтому сложно ей будет бороться в многоборье за тройку-пятерку. Хотя предпосылки, хотя предпосылки были. Следующая участница Кристина Шестакова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, хорошо сработало. Так, аккуратненько, спокойненько прошла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вчера лента у нее не получилась. 18.57 всего лишь была оценка этой гимнастки. И сегодня немножко подтянется за счет хорошо исполненных булав. На площадку приглашает Ксению Бондаренко, команда «Радусы». Оценка Анастасия Ильенко, 22 балла и две десятые. Ксения Бондаренко. Из команды «Радужная». Этой команды промежуточной восьмерки лидеров пока тоже нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, спасла в самом конце риск. Единственное, что, наверное, вращательных сделала меньше, чем получалось. И, наверное, да, был выход за площадку все-таки. Конец ленты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мог прилечь, да? Не совсем это было видно, но, может быть, на повторе, если есть этот момент у коллег. Посмотрим. Посмотрим. Ну, в целом, хорошо шла. Да, вот если бы не это почти пробежка в конце, то было бы вообще почти идеально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спиральки, змейки были сделаны на все, так, сто баллов. Еще есть моменты дорабатывать, но для ее возраста очень хорошая и правильная работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мария Обметка, российская гимнастка, представляющая команду «Лебедь». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножко сумбурное выступление, особенно в концовке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилось у Марии, не хватило мне еще высоты на прыжках, амплитуды не хватило. Оценки предыдущих гимнасток на ваших экранах 25-24. Это Кристина Шестакова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и Ксения Бондаренко, 27-87. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошая оценка для ленты, трудность 10,7 и по артистике, и по исполнению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, и с учетом того, что вчера в булавах у нее было 25,9, в принципе, неплохая оценка, возможно, сможет даже в тройку призеров войти. Будем считать баллы. Следующая участница Яна Заикина, представительница команды «Ласточка». Это команда Полины Шейман, и она идет на четвертой позиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень опасный момент был. Чуть-чуть не завязался узел, но вовремя отмахнуло. Правильно сработало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо сработало, очень так активно. И сразу видно вот работа предметом, когда идут широкие отмахи. Очень важно, что после бросков сделать отмах, потому что лента летит вниз. И чтобы избежать заминок и узлов, сделать грамотную работу предметом. Ну и да, и напомним, что лента всегда должна находиться в работе, не должна лежать на ковре, поэтому тоже этот элемент важен. Двадцать три девять с оценком, Мария, обметка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваши аплодисменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА